Я рада приветствовать всех любителей парфюмерии на своем канале. Меня зовут Инна. Сегодня поговорим про парфюмерию. Обожаю, обожаю запахи. Весной это, конечно, совсем другая феерия, когда природа просыпается, пробуждается. Однозначно, есть любимцы весной. Я уже рассказывала в прошлых видео, мои парфюмерные любимцы, то, что я планирую носить весной. А в этом видео я хочу вам рассказать, к чему тянется рука. Мой персональный топ. Чего же мне хочется, ну, по крайней мере, весной в марте, когда еще наблюдается определенная прохлада в воздухе, все-таки еще холодно. К чему тянется мне рука? Здесь будет также один флакон, который, да, пожалуй, уже, наверное, на два флакона. Один полностью закончился, а второй, который заканчивается. И я скажу, буду повторять их или нет. Ну что же, давайте с чего-то начнем. Передо мной стоит просто яркий-яркий красный квадрат. И хочу сказать, чем больше я ношу нарциссы Родригес, именно руж, это туалетная, туалетная, оговорочка по Фреду, это парфюмерная вода. Я присматриваюсь сейчас, да, видимо, оговорилась, я присматриваюсь сейчас и к туалетной воде. Тоже меня привлекает ее пирамида. Говорят, она более звонкая, летучая, не такая помадная, а цветочная. В общем, меня это привлекает. У меня же парфюмерная вода. Чем больше я ношу этот парфюм, я когда открываю крышечку, я тут же хочу его нанести на себя и послушать этот великолепный аромат красной помады. Да, это роза здесь, боже мой, невероятная фиалка, которая дает потрясающую пудровость этому аромату. Хочу сказать, из практической точки зрения, вот как он в носке, это что-то потрясающее. Такой нежный, он такой женственный, он притягательный. Я очень часто хочу носить сейчас этот аромат. Это неудивительно, да, потому что действительно аромат красивый, но у меня сейчас, сейчас секрет вам расскажу, у меня сейчас такая стадия, когда я почему-то хочу носить очень легкие, практически невесомые ароматы, ароматы воздуха, ароматы воды. Вот так я могу ассоциировать. И вот несмотря на то, что у меня сейчас очень легкое такое настроение, я нарцисса руш, он, конечно же, не легкий, не воздушный, ну как не воздушный, он довольно-таки плотный, помадный, тем не менее он вписывается отлично в мое настроение. Потрясающий аромат. Я небольшой любитель розы, но здесь роза для меня просто притягательна. Вот из практической точки зрения, говорю вам, ношу с удовольствием, обожаю. А сейчас хочу показать вам парфюм, который действительно ассоциируется у меня с воздухом, горным ручьем, а вернее с океаном. Я показывала его, по-моему, во влоге, когда мы с Никитой и сыном ходили в бассейн. И так случилось, что этот парфюм, который марки Parfumie d'Eleforte, и аромат называется Tiranico, я ношу исключительно лето. Но в этом году случилась какая-то просто невозможная, невозможная перетрансформация, и я достала его, да, конечно, всему виной бассейн. Я одеваю в бассейн много ароматы. Я туда стараюсь надевать легкие, непринужденные, какие-то воздушные ароматы, и все, я не могу совершенно перестать им пользоваться. Видите, даже блутер не беру, с удовольствием на себя наношу, потому что у меня здесь остались, вам сейчас покажу, просто невозможные капельки этого аромата. Это что-то невероятное. У меня, кстати, под этим влогом спрашивали девчонки, Инна, расскажи о нем подробно. Ну вот сейчас такая возможность, расскажу, что же здесь такого чарующего. Это невозможной красоты, свежий, это лучший свежий аромат, который я когда-либо встречала. Вот на данный момент я так считаю. Он ни на что не похож. Это не водный аромат вот этих 90-х, да, водная акватика. Нет, нет, нет. Это какое-то новое видение какой-то природы. Картинка такая. Вы долго ехали, ну, допустим, в Майами на машине. Вы путешествуете, да, допустим, по Америке. Вот вы приехали в Майами. Ну, пусть будет Майами, да. Вот. Или Флорида тоже как вариант. И вы вот, допустим, даже Флориду больше вижу, когда вы подъехали, и вы уже видите океан. Вы закрыли машину и бежите просто в белых одеждах, в шортах, во Вьетнамках. И вы видите уже этот океан. Вам нужно еще спуститься к нему, да. И тут растут какие-то растения, потрясающие цветы, травы. И вот этот невозможный сила океана, воздух океана. Вот это все доносится из этого аромата. Это так красиво. Здесь немножко есть нота такого зубного порошка, который вот в советском времени был. Он немного мятный. Это как особенность этого аромата. Просто, чтобы как-то описать его, здесь есть такая составляющая чистота. Чистота, воздух, прибрежный бриз. Притом бриз, возможно, морской, но больше океана. То есть здесь сила, мощь. При этом очень все свежо. По нотам я уже сильно не помню. Здесь чувствуется легкость, такая аниса. Но он очень красиво и латно скроен, как это иногда говорят. В общем, ни одной выпирающей ноты. Вот этот парфюм я обязательно буду повторять. Обязательно. Я не представляю жизни у себя вот в парфюмерной. Вот эти капельки заканчиваются. Так это еще не лето. Летом это просто моя любовь. Как оказалось, вот из комплиментов, которые я получаю на этот парфюм, он очень шлейфовый. И я уже рассказывала, что в бассейне мне часто делают комплимент. Когда я уже покупала, я слышала даже из душа. Я два нанесения наношу вот сюда на волосы. И мне все равно говорят, вот где нужно прикладывать этот талончик, значит, который электронный, чтобы пройти в бассейн. И мне всегда говорят, боже мой, ну как от вас прекрасно пахнет. В общем, это моя любовь. Дальше тоже покажу такой легкий аромат, который я ношу сейчас тоже очень часто и с удовольствием. Это эсцентрик номер 5. Это тоже невероятный красотный аромат. Вот я сейчас нанесу его на блутер, и мы с вами вместе сделаем эксперимент. Так как говорят, что молекулы нужно разнашивать только на теле. А мы посмотрим на молекулы. Но это эсцентрик. Эсцентрик обладает определенными нотами. Здесь состав колоссальный. Все, я уже пошла гулять по тропическому лесу. Это просто невероятно. Все те же рассказы из бассейна. Я рассказывала, что я очень часто беру его в бассейн, на спортивные вот такие мероприятия, когда спортом занимаюсь. Мне спрашивали, Инна, ну чем же он пахнет в бассейне? У меня влог оборвался. Влог оборвался именно на том, что я расскажу и не рассказала. Так вот, рассказываю. В сочетании с водой, то есть когда я плаваю, а что я себе так подразумеваю? То есть это сочетание действительно во влажную погоду. Действительно, ну когда вода, возможно это лето будет, когда мы будем, надеюсь, будем на водоемах. Он создает вот эсцентрик для меня, какое-то ощущение и нахождение в тропическом лесу. Почему именно в тропическом? Вот возможно это даже вот климат Таиланда. С одной стороны тепло, с другой стороны влажно. И вот это невероятное доносится, зеленые красивые растения, какие-то, возможно, пальмы. Здесь заявлен кипарис, здесь заявлены вот эти ноты можжевеловые. Папоротник, вот что-то папоротниковое такое, на котором очень много влаги, росы и вдалеке какие-то экзотические фрукты. Он, конечно же, фруктами экзотическими не пахнет, но вот это действительно ощущение в каком-то тайландском оазисе. Ну как-то так. Потрясающий аромат. Здесь есть сладинка, за счет чего вот этот зеленый нот и такого, знаете, хвойного тропического леса. Здесь можно перечислять любое нахождение в природном зеленом климате, таком свежем, теплом и влажном, больше так. И сладость именно каких-то вот, то ли коктейли кто-то вдалеке пьет где-то в бассейне, но это невозможный красотный аромат. Я просто сообщаю, что пользуюсь им с удовольствием. Видите, сколько уже нет, с удовольствием. И он дает ощущение парения просто какой-то над... Это не то, что ты парфюмом надушился, а ощущение какой-то природности. И вот ты чувствуешь себя, я лично чувствую себя, какой-то частичкой пространства, частичкой природы. И потрясающий парфюм, просто браво. Я не знаю, почему я жалею, что у меня такой маленький объем, всего лишь в 30 мл. Моя вторая любимая эсцентрик молекула. Это 0,2 в 100 мл. Но с другой стороны, я очень рада даже такому знакомству. Потрясающий аромат. Следующий парфюм. Тоже давайте я уже закончу по легким. Дальше покажу просто, действительно, которые тянулись руками к этим ароматам. Это, как ни странно, марка Le Covan, которая называется Tenare. Эта марка недорогая, она не сшивая. Истоки исходят очень далеко, философия глубинная, веганская, не используется, не тестируется она на животных. Марка берет у себя корни, у нее исходят, когда эта парфюмерия, баночки, вернее, использовались еще в монастыре, в далеких-далеких, по-моему, даже в 19 веке. Потрясающий аромат. Вот именно Тенары, несмотря на то, что здесь присутствуют ноты, ну, скажу так, чтобы понятно было бакара, но именно ноты, вот эта петушковость и сладостная на палочке. Здесь нет шафрана, здесь нет шафрана в нотах, поэтому он и не дает, он йод не дает. Вот, петушок на палочке и та же свежесть, только если Тернико у нас свежесть океана, а Тенары от Le Cuvant, это свежесть, это свежесть именно морская. Почему морская? Здесь заявлены ноты древесины, и вот древесина пропитана морской водой, вот как-то так, просто тоже аромат природный, древесно-сладостный, очень-очень нравится. Мне этот парфюм, обожаю, ношу его с удовольствием, он на меня действует, тут есть такой тоже не соль в аромате, а вот воздух соленый из моря, и он на меня какое-то невозможное умиротворяющее, успокаивающее дает действие. Тенары, в общем, я обожаю его носить, не знаю, как еще описать свои мысли, Тенары часто, очень часто я пользуюсь парфюмами, когда не хочется тяжести, когда хочется легкости, свежести, какого-то природного, природного легкого бриза. Вот он в такой категории попадает. Теперь давайте покажу парфюм, который у меня закончился окончательно. Это парфюм Dior Poison Hypnotic, и у меня в туалетной воде. Это был небольшой остаточек на флаконе, я использовала его с удовольствием. Здесь кокос, по-моему, даже здесь есть тиаре, но я больше слышу кокос, и, наверное, не, наверное, точно здесь кокос, тубироза, шасмин, ваниль, конечно же. Здесь и слива, и абрикос заявлен, и все это слышится. Потрясающий аромат. Именно этот флакончик очень старых выпусков, еще таких 90-96 года, мне он достался в остатке, это неимоверная красота, так красиво звучит. У меня парфюмов с нотами кокоса сейчас предостаточно, тоже моих любимых и обожаемых, это достойно. Я его повторять не буду, лишь по причине той, что все-таки новые выпуски пахнут не так, не так глубоко, не так они вкусно пахнут. Вот есть тоже здесь роза, но роза очень гармоничный, какой-то ничто не выбивается, вот из общей композиции букет. Пока ничего в новом флаконе меня не цепляет, там как-то все просто, сладостно и кокосово. Вот, не знаю, если вы обладатели, слушали новую версию, я имею в виду переформулировку современную версию туалетной воды, именно Hypnotic Poison, обязательно сообщите мне, иметь ли они отличия со старой версией, со старыми выпусками. Так, несмотря на то, что настроение у меня легкое, очень часто я пользуюсь парфюмом, который я прям помню, я его рассказывала, я его записала в свои зимние подборки. Это линдстант, линдстантный крыльян туалетной воды. Именно туалетной воды я просто млею и балдею. Это вообще у меня сложилась такая традиция, это у меня зимний парфюм, но я его на полочку вглубь не отодвинула. Рука тянется к нему сейчас, не знаю почему, очень сильно, возможно у нас еще прохладная весна, март у нас выдался прохладным. Как я люблю этот аромат. Вообще не хочу раскладывать его на ноты, это просто, он медовый, цветочный, просто невозможно женственный, так окутывает тебя, обнимает и превозносит куда-то просто на небесах. Очень красивый парфюм. Вот просто ох и ах, именно в туалетной воде она мне немножко звонче, легче, нежели парфюмерная. Хотя парфюмерная мне тоже нравится. Вот я бы отнесла их к одной степени воздействия на меня. Они настолько женственные, настолько приятные, настолько оболакивающие, настолько вот их легко носить. Конечно, здесь больше помадный, это более цветочная композиция. Вот я ношу их просто с удовольствием. Винстант. Ой, какой он, какой он красивый, когда такой еще ветерок весенний подхватывает. Обожаю этот аромат. С удовольствием ношу. Ну что, покажу вот чаще, чем к этим парфюмам, тоже нельзя назвать. Покажу в паре. Покажу в паре и скажу, конечно же, о каждом в отдельности. Это два Шаракилен. Это у меня Принцесса и Киссинг. Вот если я не знаю, что одеть, я не понимаю, где я окажусь, нужен ли сильный шлейф, не сильный, кто в каком настроении, я всегда выберу. Или этот, или этот. Буквально вчера я одевала Принцессу. Я задумала, кстати, вчера одеть, вот маленькая предыстория, да, истории рассказа из жизни. Я вчера очень хотела одеть, вот прям слышала его линстант. Но он у меня был, я уже оделась, опулась, и совершенно мне не хотелось преобуваться, чтобы идти достать этот аромат. Я подумала, так, что же у меня поблизости есть? У меня есть поблизости, вот на первом шкафе, и я думаю, Принцесса, достану Принцессу. Я ездила вчера целый день, насколько стойкий этот аромат. Я его слышала с утра до вечера без обновлений. Он мне так нравится. Вот он просто спутник, моя палочка, выручалочка, несмотря даже на то, что Принцессу я обожаю носить летом. Летом я ее приобрела, проходит всесезонный у меня отбор этот аромат. Вот он круглогодичный. Летом, осенью, перечислюсь зимой и весной, уже все проверки временем он прошел. Невероятно красивый аромат. Конечно же, про маршмеллоу, про сладости. Но он не такой легкомысленный и не такой, вы знаете, простой, как описывают его, возможно, раньше описывали блогеры, эти шары, знаете, как какое-то простое, недостойное Киллиан композиции. Очень достойное. Достойное, я просто обожаю это лично, мое мнение. Я просто в восторге. Ну что же, теперь про кисинг. Кисинг – это то же самое. Мне кажется, вот на мой, как бы, носку, на мой субъективный, безусловно, позицию, взгляд, кисинг гораздо слаже, нежели принцесса. Тем не менее, эти оба аромата имеют какую-то потрясающую прослойку воздуха. Здесь это достигается за счет ландыша в кисинге. Ландыш в каком-то невозможном облаке, какой-то сладостной, сахара, да, сахар здесь чувствуется. Очень красивая композиция. Она такая женственная. Вот он комплиментарен очень. Вот серьезно, меня очень часто, когда я в кисинг, спрашивают, в чем я. Но я лично балдею вот от нахождения, как бы, когда я нахожусь в этих ароматах, вот от обоих. И принцесса, и кисинг – это мои просто потрясающие ароматы. И я не намерена заканчивать знакомство именно с шарами. Поэтому прошу вас, если у вас есть парфюмы-шары, какие вы еще оценили, какие вам понравились и почему, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Конечно же, кроме принцесс и кисинг. Мне будет очень интересно послушать ваших любимчиков. Еще, да, у меня сейчас волна легкости, непринужденности. Вот покажу вам еще раз эти парфюмы, которые я просто... Сюда еще можно эсцентрик номер два добавить. Вот, пожалуйста, прошу помощи, пожалуйста, напишите мне ваши свежие любимчики. Вот, чтобы вы могли такое, что вам нравится. Ароматы воздуха, воды, свежести, чтобы не напрягало, но при этом было тонко и изысканно. И если у вас есть такие кандидаты, вот на такие все характеристики, напишите обязательно, какая свежесть. Свежесть бывает разная. Свежесть бывает акватическая, травная, бывает за счет цитруса. Вот эту поправочку, если вы знаете, любите какой-то свежий аромат, обязательно напишите. Я буду очень рада почитать ваши комментарии. Благодарю вас за подписку. Надеюсь, вы подписаны. Если не подписаны, посмотрите, стоит ли подписка у вас и колокольчик. Тогда вы не пропустите следующие мои видео. Благодарю вас и увидимся в дальнейших видео моих. Пока!